МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Москва. Хлебный переулок. Ранним апрельским утром 1941 года в доме номер 26 неожиданно перестает идти холодная вода. Жильцам объявляют, произошел прорыв трубы. Вскоре в подвале дома действительно начинаются ремонтные работы. Но на самом деле никакой аварии нет. А в подвале сотрудники советской контрразведки роют подземный ход, чтобы добраться к соседнему особняку. В нем живет военная атташе посольства Германии Эрнст Кёстринг. Операция архи сложная и очень рискованная. Я вообще не удивляюсь, что ее санкционировали наверху. В случае провала это мог быть очень серьезный дипломатический скандал, потому что Сталин очень дорожил хорошими отношениями с Германией, и любое нарушение этих отношений аукнулось бы контрразведчикам. Дерзкая операция по проникновению в этот особняк, который в 1941 году занимал немецкий военный атташе, стала вершиной активных мероприятий советских спецслужб против посольства Германии и ее стран-сателлитов. За ними стоял шеф советской контрразведки, комиссар госбезопасности третьего ранга Петр Федотов. Москва, Лубянка. Уже глубокая ночь, но в кабинете руководителя 2-го управления НКГБ Петра Федотова идет совещание. Он ставит перед подчиненными срочную и важную задачу – любой ценой обеспечить прямой доступ к стратегической информации, которой обладают первые лица немецкого посольства. Советскому руководству необходимо оценить реальность угрозы нападения Германии в ближайшие месяцы. Сталин получал огромный массив информации, в том числе разведывательной информации, от абсолютно разных структур. И эта информация была крайне противоречивой. Советский лидер считал, что Гитлер, помня о катастрофическом немецком опыте времен Первой мировой, не рискнет начать войну на два фронта до победы над Англией. И неминуемое столкновение с Германией произойдет не раньше лета осени 1942 года. Но Сталину нужен еще один объективный источник стратегической информации о подготовке Германии к войне. Сообщением зарубежных резидентур, которые часто сообщают весьма противоречивые данные, он доверяет далеко не всегда. Найти этот дополнительный источник и было поручено контрразведке во главе с Петром Федотовым. Именно Федотову и предстояло вести в последние мирные месяцы 1941 года настоящую дуэль с немецкими разведчиками в Москве. Петр Федотов ушел воевать за Советскую Россию в неполные 18 лет, в 1919 году. Он сражался с белогвардейцами в составе 1-й Петроградской коммунистической бригады. Бывший раскладчик газет на почтамте с четырьмя классами городского училища, работавший с 15 лет, воевал бесстрашно, был контужен ранен. Закончил войну на Северном Кавказе. В 1920 году начал служить в особом отделе, а затем перешел в ЧКУ ГПУ Грозного, начальником осведомительного отделения. Вскоре выяснилось, у него настоящий талант спецслужбиста. Ему нравилась сама работа, ему нравилась продеятельность, которой он занимается, ему нравилась аналитическая работа, ему нравилась работа с агентурой, ему нравилась... шахматные какие-то комбинации. В 20-х годах в Чечне и позже Ростове-на-Дону молодой чекист быстро стал асом агентурно-оперативной работы. Он участвовал в успешном разоружении вооруженных формирований в Дагестане и Чечне. Благодаря ему оно прошло без применения оружия. Как известно, самая лучшая битва – это та, которая не состоялась. То есть его задача основная – это бескровное решение вопроса, связанных со сдачей вот этих банформирований и их разоружения. В 1937 году его переводят в Москву. Федотова назначают руководителем восточного отделения секретно-политического отдела НКВД СССР. А осенью 1938 года – заместителем руководителя всего секретно-политического отдела, позже управления. В начале 1941 года советские службы госбезопасности, которые входили в состав НКВД, выводят из него. Создается отдельный наркомат государственной безопасности. Его возглавляет Всеволод Меркулов. А начальником 2-го управления НКГБ контрразведки 26 февраля 1941 года назначается Петр Федотов. Его звание – комиссар госбезопасности 3-го ранга – соответствует званию генерал-лейтенанта. Но те, кто работал с ним, не раз отмечали – он больше похож не на генерала, а на профессора или ученого. Он носил такие очки солидные, вид профессора солидного очень такого, доктора, врача, адвоката, кого хотите и кого угодно, но только не разведчика и не генерал-лейтенанта разведки, которым Федотов был. В области контрразведки Федотов действительно был настоящим профессором. Комбинации, которые разрабатывались под его руководством, всегда отличали четкость, продуманность и в то же время необычный подход к выполнению задачи. Именно такую операцию весной 1941 года необходимо было провести против посольства Германии в Москве. Само посольство с 1922 года располагалось по адресу Леонтьевский переулок, дом 10. Совещание в кабинете Федотова затягивалось. Он, как обычно, внимательно слушал всех. Но особенно Петр Васильевич выделял двух сотрудников – начальника немецкого отдела Василия Риснова и своего заместителя – Леонида Райхмана. Именно они вели ежедневную дуэль с германскими дипломатами-разведчиками. За свою жизнь Леонид Федорович Райхман дал только одно интервью. В 1986 году эти уникальные кадры сохранились в архивах ФСБ России. Я был заместителем начальника контрразведки и курировал ряд подразделений, в том числе и первый отдел, немецкий отдел, который занимался работой против гитлеровских германий. После того, как в августе 1939 года СССР и Германия подписали пакт о ненападении, резко возросла интенсивность политических и экономических контактов между двумя странами. Штат посольства Германии в Москве был увеличен в несколько раз, в том числе и за счет сотрудников немецкой разведки. Они также входили в состав каждой экономической делегации и ездили с ними по стране. Мы не могли верить тем немцам, которые сюда приезжали, потому что они довольно нагло вели здесь разведную работу и нагло интересовались состоянием обороноспособности Советского Союза. Мы на это не могли, не реагировав. Советская контрразведка получает приказ максимально вежливо, но решительно пресекать их разведывательные действия. Все ключевые фигуры германского посольства взяты под гласное наружное наблюдение, под предлогом обеспечения их безопасности. А их возможность вести нелегальную агентурную разведку фактически сведена к нулю. Любой человек, входящий в посольство, иностранный выходящий, оттуда он тут же становился объектом разработки со стороны контрразведки. Вся потенциальная база для вербовки иностранными спецслужбами среди наших граждан, она была выкашена полностью. От иностранцев шарахались, как черт от Ладана. Вскоре колпак, которым накрыли немецких дипломатов, сочли даже слишком плотным. Донесения внешней разведки свидетельствовали, что не имея никаких достоверных данных о военной мощи СССР, Германия серьезно недооценивает ее, а это увеличивает угрозу нападения. И контрразведке было поручено доводить до германских шпионов в тщательно отфильтрованные данные о новейших разработках советской военной промышленности. То, что происходило в этом здании, о чем говорили между собой немецкие дипломаты и какие указания поступали сюда из Берлина, чрезвычайно интересовало советских контрразведчиков. Они тщательно изучали даже мусор. В всему этому немецкому посольству агенты собирали мусор, и передавали его оперативникам НКВД. Целая группа работала каждый день, или через день, когда вот эти посылки приходили, раскладывали вот эти все бумажки. Там оказывались в том числе и секретные. В роли агентов выступали, как правило, сотрудники посольства. В основном поволжские немцы, завербованные НКГБ. Был здесь, впрочем, и еще один гораздо более важный источник информации. Он занимал высокий пост в окружении немецкого посла. В окружении Швелленбурга был хороший источник у контрразведки НКВД, с которым работал в том числе и лично Федотов, из числа наших граждан, который был вхож в посольство и общался вот именно с первыми лицами посольства. Они подозревали, что этот человек как-то связан с советской контрразведкой, но тем не менее вели себя с ним достаточно откровенно. Но ни в посольском мусоре, ни от посла существенной информации о подготовке Германии к войне получить не удавалось. Скорее всего, он просто не обладал ею. Старый немецкий аристократ Вернер фон дер Швелленбург не скрывал, что является сторонником дружбы с СССР. И за это не вызывал у Гитлера большого доверия. В 1944 году он будет казнен по обвинению в участии в заговоре против фюрера. На Лубянке хорошо известно. Немецкую разведку в Москве возглавляет военное атташе посольства генерал Эрнст Август Кёстринг. В его кабинете и происходят совещания разведчиков, которые работают под дипломатическим прикрытием. Сам Кёстринг был крайне любопытной личностью. Родился в России в 1876 году. Его отец был управляющим поместья графа Шереметьево в Серебряных прудах. Он обучался в России. Он закончил Михайловское артиллерийское училище. И уже состоявшимся офицером, только уехал в Германию, участвовал в Первой мировой войне уже на стороне Кайзеровской Германии. Кёстринг работал в военном атташе в Москве дважды. Сначала в 1931-1933 годах, а затем в 1937-м снова был назначен на эту должность. Он свободно владел русским языком. И очень любил ходить в московские театры. И прежде всего сюда, в Амхат. Посмотрев здесь как-то знаменитый спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Дни турбиных», он написал жалобу в дирекцию театра. Дипломат потребовал, чтобы один из второстепенных персонажей, германский майор-спутник Гетмана Украины Скоропадского, впредь говорил без немецкого акцента. Ведь его прототипом был он, Кёстринг. А для него русский язык родной. Как разведчик, Кёстринг был умным, хитрым и наблюдательным противником. Советские контрразведчики не раз пытались подставить ему агентов из числа военных. Но Кесарь, так называли германского военного атташе в материалах оперативного наблюдения, всегда чувствовал неладное и ни разу не пошёл с ними на повторный контакт. Однако именно против Кёстринга Федотов решил начать контрразведывательную игру и на этот раз. Но как это сделать? Снова пытаться подвести к нему агента? Тем более, что в распоряжении Федотова был чрезвычайно способный молодой агент, который вскоре станет настоящей легендой советской разведки. Тогда, перед войной, он работал под оперативным псевдонимом «Колонист». Наркому НКВД СССР товарищу Берия Лаврентию Павловичу. Рапорт. Прошу выдать ордер на арест Шмидта Рудольфа Вильгельмовича. Он же Франт. Он же Атлет. Его подозревали в несанкционированных связях с иностранцами, что каралось 58-й статьёй. Тех, кто готовил этот рапорт, можно было понять. 26-летний Рудольф Шмидт, немец по происхождению, лётчик-испытатель московского авиазавода номер 22, действительно вёл себя подозрительно. Он любил театры и рестораны, дорогих и красивых женщин, сорил деньгами, дорого одевался. И на самом деле общался с иностранцами. А ещё занимался спекуляцией на толкучке в Столешниковом переулке. Там шла такая мутная жизнь с пропустительства, соответственно, контрразведки НКВД, потому что для любого спецслужба нужно поле для деятельности. Поле, где собираются иностранцы, контактируются с гражданами нашего государства, где идут какие-то тёмные делишки. Рапорт ухода не дали, но и не объяснили, почему. Всего несколько человек в наркомате знали, что Рудольф Шмидт, он же колонист, спецагент советской контрразведки. И что с документами на это имя работает знаменитый ныне разведчик Николай Кузнецов. С блестящими лингвистическими способностями. За шесть месяцев выучил коми. Русский парень. Красивый как бог. Высокий, стройный блондин. Именно Федотов открыл Кузнецова как прирождённого разведчика. Специально для него он придумал и должность спецагента с окладом работника центрального аппарата. Николай Иванович считал себя тем самым работником контрразведки, которого направил на дело и на верное дело именно генерал Федотов. Он просто очень его любил, ценил и уважал как человека. Тут следует так говориться и сказать такую вещь, что сын крестьянки Пелагеи и сын ввозчика, коим был Федотов, умел обращаться хорошо с людьми и умел завоевывать их доверие. С расчётом на талант Кузнецова Федотов разрабатывал самые сложные оперативные комбинации. Однажды немец Рудольф Шмидт завязал дружеское знакомство с личным коммердинером германского посла Гансом Флегелем. Тот считал его убеждённым нацистом. Даже подарил ему значок НСДАП, книгу Гитлера «Майнкампф» и показал особняк своего шефа, когда тот был в отъезде. Так что на Лубянке получили планы, подробное описание обстановки всех комнат, вплоть до мелочей. В другой раз Шмидт свёл дружбу с советником словацкой миссии в Москве и разведчиком Гейзой Ладиславом Крно. После того, как в марте 1939 года Чехословакия была оккупирована гитлеровцами, Словакию провозгласили независимым государством. На самом же деле она стала верным сателлитом Германии. Словакия тогда, в принципе, была даже филиалом не то что Германии, а филиалом Абвера. Они занимались по большей части сбором разведывательной информации о Советском Союзе. Пользуясь дипломатическим иммунитетом, Словак привозил из-за границы и сбывал Шмидту швейцарские часы. Но однажды Кузнецов Шмидт сообщил дипломату, что сломал ногу и прийти навстречу не сможет. Тогда Словак сам приехал к нему домой, на старую басманную. С собой он привёз крупную партию товара. Всё шло гладко. Крно пришёл вовремя. Часы были аккуратно упакованы в небольшой чемодан. Кузнецов блестяще играл свою роль. Он живо интересовался ценой, количеством, как положено настоящему покупателю. Когда Крно стал раскладывать часы, раздался звонок в дверь. Вошедшие, их возглавлял Василий Ресной, представились опергруппой уголовного розыска, разыскивающей опасного преступника. И тут же заинтересовались содержимым чемодана. Крно отступать было некуда. Крно начал вести себя нервно. Сначала говорил, что я тут случайно, когда ему пообещали отправить его в отделение для выяснения личности. Он начал говорить, что я дипломат, вы не имеете права. Василий Степанович взял трубку, якобы позвонил в МИД, где сидел уже свой человек. Крно у него вырвал из рук эту трубку. Он вот начал кричать, не надо. Нервно спросил, вы меня вербуете? Василий Степанович сказал, ну можно сказать и так. Поколебавшись, Крно дал согласие на сотрудничество с советской контрразведкой. И в тот же день привез книгу дипломатических шифров словацкой миссии. Василий Степанович говорит, он всегда ходил в сапогах, в френче, у него в одном сапоге были доллары, а в другом марки немецкие, фунт и стерлинги. Вот это чисто для расплаты, значит, со своими людьми. Крно потом говорил, что он был антифашистом, боролся, значит, вместе с советской разведкой, с Германией. И поэтому это ему удалось избежать неприятности, когда все это... когда Германия пала. В этом доме по адресу Малая Никитская, дом 18, находилось словацкое посольство. Секретов, интересовавших нашу контрразведку, там было не меньше, чем у немцев. А охрана гораздо хуже. Благодаря Крно удалось добыть ключ от сейфа самого посла. Как-то вечером словацкий посланник Тиса уехал, например, в Большой театр. В здании почти никого не осталось. В это время в посольство проникает неизвестный. Это был сотрудник НКГБ Василий Ресной. Он поднимается на второй этаж, идет в кабинет посла, быстро находит сейф. Он в шаге от удачи. Но не успев даже достать ключ, Ресной слышит звук приближающихся шагов. Тиса неожиданно вернулся. Он прячется за штору. В надежде на то, что принесет посланник, идет прямиком в кабинет, включает свет. И первое, что он видит, шторы. Из-под штор торчат два сапога 43-го размера. Он сразу поднялся, ему объяснить не надо, старому обвернулся, что это такое. Поднял крик, как же так, это самый вор. Бандиты, держи. Задержанного обыскивают, находят документы на имя некоего Белова и справку об освобождении из тюрьмы. Это была легенда, Ресной на случай провала. На следующий день в «Московской правде» вышла гневная статья, что вора в Москве вообще обнаглели, лазят уже по посольским объектам. Задержан рецидивист Белов. Теперь ему предстоит несколько лет провести в местах лишения свободы. Конечно, Федотов был раздосадован неудачей в славанской миссии. Тем более на Лубянке прекрасно понимали, что проникнуть таким же образом к сейфу Эрнста Кестринга в его посольском кабинете или особняке, где он жил, практически нереально. Особняк в Хлебном переулке немцы охраняли круглосуточно. Время не ждет. 6 апреля силы вермахта вторглись в Грецию и Югославию. Они все больше сосредоточиваются у советской границы. В этих условиях получить доступ к стратегической информации о военных планах Германии – важнейшая задача. Контрразведчики пытаются узнать планы вермахта с помощью другого сотрудника посольства Германии. Стало известно, что военно-морской атташе Германии фрегатен капитан фон Баумбах знакомится в кинотеатре с молодой девушкой. У них завязывается легкий, приятный роман. Новая подруга фон Баумбаха знакомит его со своей лучшей подругой – поволжской немкой Гретой. Она тоже понравилась немцу. И он решил взять ее к себе на работу горничной. Так Грета появилась в доме фон Баумбаха на улице Воровского, ныне Поварской. Разумеется, она была подставлена ему советской контрразведкой. Эта горничная стала очень активно работать. Был составлен план соответствующего всего особняка, вплоть до того, где какая мебель стоит. Во-вторых, она, Кузнецова тогда вытащила ключ, из нее сделали слепок, и после этого изготовили дебликат этого ключа от сейфа. То есть он был готов к проникновению. Осталось только дело за малым – проникнуть в сам особняк. Когда в один из весенних дней Баумбах ушел на разгульную вечеринку, горничная осталась в особняке одна. Она подает условный знак контрразведчикам и через минуту открывает им дверь. Специалист технической группы вставляет в замок сейфа дубликат ключа. Но тот вдруг неожиданно застревает. Медлить опасно. Операция рассчитана по минутам. Задержав дыхание, специалист технической группы буквально по миллиметрам проворачивает ключ в нужную сторону. Его выдох сливается со щелчком открывшегося замка. Документы, которые находились в сейфе военно-морского атташе, оказались весьма ценными. Их полностью перефотографировали. Но контрразведчикам нужна была более полная информация. Проведение операции по проникновению в особняк Эрнста Кёстринга представлялось теперь еще более необходимым. Рядом с особняком немецкого атташе находился жилой дом. Именно на него обратил внимание Федотов. Стены домов находятся вплотную друг к другу. И даже несколько окон выходят на небольшой сад при особняке. Тогда Петру Васильевичу приходит смелая идея рыть подкоп из подвала этого жилого дома к резиденции военного атташе. Федотов понимает, если подкоп обнаружат, разразится громкий дипломатический скандал. Но он идет на риск. Сначала проводится операция прикрытия. Авария водопровода. Работа в подвале якобы по устранению течи. На самом деле контрразведчики, сменяя друг друга, двое суток копают узкий лаз под переулком. Тщательно выверяют направление. Метр два в сторону, и ход пройдет мимо цели. Все было сделано настолько быстро и незаметно, что охрана резиденции ничего не заметила. Контрразведчики проникают в особняк. Их цель – кабинет военного атташе. Кестринг, спавший в соседней комнате, не проснулся. Контрразведчики проникли в кабинет и вставили в телефон военного атташе подслушивающее устройство. Вставили им в телефона один радиомикрофон, потому что там подпитка электропитания. И еще вставили, по-моему, рядом с правовым утоплением, где-то там тоже места нашли. Микрофон, который они там поставили, РМ, радиомикрофон, он вообще был первый в Советском Союзе, который поставили. С этого дня вся стратегическая информация из кабинета военного атташе напрямую идет наркому НКГБ Меркулову, наркому НКВД Берия и в Кремль – Сталину. То, что наши контрразведчики добывали из особняка немецкого военного атташе, это была абсолютно объективная информация. То есть это фактически распечатки разговоров Кестринга и его гостей из числа военных атташе, стран-сателлитов Германии. Это разговоры Кестринга с его помощниками, с чистыми дипломатами. То есть эти распечатки ложились на стол Сталина и без какой-либо оценки. И он сам мог делать определенные выводы относительно планов Германии. Немцы часто ведут разговоры о скором нападении на СССР. Кестринг, посмеиваясь, не раз открыто говорит «Скоро мы прокатимся по этому союзу». В одном из разговоров один из сотрудников военного атташата заявил, что надо сделать так, чтобы здесь был убит какой-то немец и тем самым благодаря этой провокации вызвать войну. И не случайно в войска шли одна за другой директивы из генерального штаба о том, чтобы не поддаваться на провокации противника. То есть наше военно-политическое руководство восприняло, на мой взгляд, эту информацию о том, что такие планы у немцев есть. В начале мая НКГБ узнает, что немецкие военные дипломаты готовят срочные поездки по СССР с целью разведки и организации диверсий. А потом получает запись разговора, в котором Кестринг крайне раздражен тем, что наркомат иностранных дел вдруг запретил иностранцам поездки. Германская операция сорвалась, но Кестринг так никогда и не узнает, почему это произошло. Информация из особняка Кестринга позволила поставить более четкие задачи и другим агентам НКГБ. Вскоре они начали подтверждать. Появляется все больше и больше прямых и косвенных доказательств того, что Германия готовится к войне. Колонист, он же Николай Кузнецов, докладывал Федотову, что коммердинер германского посла Ганс Флегель откровенно сказал ему в разговоре «Мы пакуем чемоданы, возможно, политика изменится». Шуленбург уехал за инструкциями в Берлин. А советник словацкой миссии КРНО сообщал о передвижении германских войск к советской границе. «Словакия была одной из стран, через которую осуществлялась передислокация ударных группировок немецких. И КРНО практически ежедневно давал отчеты, какие части, как проходят через Словакию. То есть эта информация в совокупности с другими источниками, она подтверждала 100%, что будет нанесен удар». Решение о дате нападения на СССР действительно было принято. 30 апреля на совещании в узком кругу Гитлер объявил, что оно произойдет 22 июня. Но советское руководство, благодаря в том числе материалам Федотова, было готово к такому развитию событий. В середине мая СССР начинает скрытую мобилизацию под предлогом военных учений. «Сталин понял, что войны не избежать уже в 1941 году. С мая 1941 года начинается интенсивный подготовка к отражению агрессии». Таким образом, советская контрразведка выполнила полученную от руководства страны задачу. «Федотов в апреле 1941 года получил орден «Знак почета». Это, на мой взгляд, является как раз прямым доказательством того, что это орден за эту работу, за эту операцию. Она была оценена руководством страны». Тем не менее, наблюдение за посольством Германии и особняком Кёстринга продолжается. В начале июня НКГБ информирует руководство СССР о том, что сотрудники посольства с семьями массово выезжают из страны. А здесь, в резиденции военного атташе, уничтожаются секретные документы. «18-го, по-моему, июня, когда велось наружное наблюдение за немецким посольством, оттуда выскочили две машины, в которых несколько немцев сидело, и направились в сторону Харькова. За ними уцепилась наша наружка, и они поняли, что за ними едут. И где-то за городом, они где-то под какой-то горой встретились, вышли, посмотрели друг на друга, посмеялись, и поехали обратно в Москву все вместе. То есть операцию им сорвали, но операция какая-то была». А 19-го июня посол Шуленбург приглашает к себе человека, которого подозревает в связях с советской контрразведкой. «Это была беседа, своего рода извинение перед нашей страной о том, что он, к сожалению, не смог ничего сделать. Он фактически довел через него решение о том, что война скоро начнется». Ночь с 21-го на 22-е июня Петр Федотов проводит на работе. Утром 22-го он отправляет своих людей в германское посольство, готовить интернирование его сотрудников. Через две недели они будут обменены на работников советского посольства в Берлине. А затем снимает трубку и приказывает убрать прослушивающее устройство из особняка Кёстринга. Эта операция была завершена. Но впереди были другие, не менее сложные и более опасные. Весь первый год войны он будет фактически жить в своем кабинете на Лубянке. В сентябре Федотов вместе с руководителем особой группы при НКВД СССР по диверсионно-разведывательной зафронтовой работе Павлом Судоплатовым готовит так называемый «Московский план» – организацию подпольных групп на случай захвата столицы. Подпольщики должны были проводить диверсионные акты в отношении оккупационной администрации и руководителей фашистской Германии, а также вести разведку. Планировалось, что в Москве для этой цели останутся 243 наиболее подготовленных сотрудников НКГБ во главе с самим Федотовым. В Москве были заминированы наиболее крупные административные здания, гостиницы, театры, где могли бы размещаться или развлекаться оккупанты. Среди них гостиница «Москва», «Большой театр». Один из боезарядов по предложению Федотова установят и под особняк германского военного атташе. Страшный цейтнот осени 1941-го не даст ему возможности вывести из Ленинграда старенькую мать. Как сотни тысяч ленинградцев она умрет в первую, самую голодную блокадную зиму. Генерал НКВД в силу своей природной скромности не смог решить шкурный вопрос, как говорится. Его подопечный Николай Кузнецов, пройдя специальную диверсионную подготовку, будет заброшен в тыл к немцам, в партизанский отряд полковника Медведева подровно и войдет в бессмертие, как неуловимый бесстрашный диверсант-разведчик Пауль Зиберт, открывший секрет ставки Гитлера под Винницей и уничтоживший более десятка высокопоставленных германских офицеров. Когда Кузнецов погиб от рук Оуновцев, на его теле был найден пакет с его записями, где он фиксировал все свои боевые успехи, всю свою боевую работу, которую он провел в отряде Медведева. И на пакете была надпись «Москва генералу Ф». И о своей работе под началом Судоплатова и Медведева он считал нужным отсчитаться перед своим первым и главным руководителем. А сам Федотов всю войну будет сражаться с германскими спецслужбами в советском тылу. Он обеспечит безопасность трех конференций союзников – в Тегеране, Ялте и Потсдаме, получив за каждую заслуженную награду, в том числе и полководческий Кутузово первой степени. А после войны займется поиском и наказанием тех, кто запятнал себя сотрудничеством с фашистами. В 1946 он перейдет в объединенную внешнюю разведку, став заместителем главы созданного Комитета информации при Совете министров СССР. На пике так называемого атомного шпионажа. И это еще предстоит понять и исследовать, с какую роль внес Комитет информации, возглавляемый им, в добывании и снабжении наших ученых секретами западных ученых, связанных с разработкой ядерного оружия. А в 1956 грянет 20-й съезд КПСС, где на закрытом заседании новый первый секретарь ЦК Никита Хрущев выступит с гневным обличением культа личности Сталина и сталинских репрессий. Федотову также будут предъявлены обвинения. Генерала, который 16 лет руководил контрразведкой и разведкой страны, снимут с должности и направят в высшую школу КГБ, начальником печатного отдела. А в марте 1959 года уволят оттуда с формулировкой по служебному несоответствию. Лишат звания, исключат из КПСС и надолго вычеркнут его имя из истории спецслужб и страны. Вот им очень много припомнили из того, что делали другие. И оправдаться было невозможно, потому что Федотов был не из тех, кто любил оправдываться. Федотов – человек, выплывающий из небытия. О том, что он сделал, почему-то мы до сих пор знаем очень мало. Но именно генералы госбезопасности, в их числе Петр Федотов, выиграли у фашистской Германии незримую войну спецслужб. А довоенные дерзкие операции его ведомства против германской разведки до сих пор изучают в учебных заведениях ФСБ как образец талантливой профессиональной работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова